Привет! Меня зовут Макс Хакимов и это Революция 360, Челябинск на связи. Сегодня я бы хотел рассказать о двух пластиках, которые прислали мне на обзор. Это пластики Evans Glass 500 SnareSide и Evans гидравлик голубой с напылением. Соответственно, еще пришел мне пластик на 20 дюймов Yamaha, но о нем я расскажу чуть позже. Бывает и такой! О нем я расскажу чуть позже, а сейчас я бы хотел продемонстрировать вам, что снизу на этом барабане, а это барабан CJC Святой Исайя. Вот, покажу покрупнее эту штуковину. Вот он. Вот, снизу у нас стоит Evans SnareSide 500. Замечательный пластик. Сейчас я снимаю пластик, не менее, кстати, замечательный пластик от фирмы Evans, который называется Hybrid. Это пластик, который сделан из ткани, из какой-то такой хитрой-хитрой ткани. Демонтаж пластика готова. Выглядит эта штуковина вот так. Покажу вам вот так. Весьма, надо сказать, аутентичный такой лук. Что хочу сказать. Сразу заметно несколько пузырей. Вообще, фирма Evans делает свои пластики уникальными, в том плане, что именно эти пластики, именно эти пластики являются единственными в мире, которые содержат внутри масло. Ну или там, глицерин. В общем, какую-то жижу они внутри содержат. Так, мы достали пластик из коробки и устанавливаем его сейчас на барабан. Я немного хотел бы сказать вам про технологию Level 360 от Evans. Смотрите, пластик достаточно свободно ходит по барабану. То есть мы поворачиваем его без особых усилий. И даже есть небольшой люфт. Вот этот люфт, надо сказать, он, вот видите, сейчас я вам покажу, вот, небольшой такой. Ну как небольшой, то есть обычно пластики так себя не ведут с другими технологиями. Это верное предположение, что пластик будет касаться всей поверхности. Здесь все логично. Просто пластик стали делать чуть больше, чем стандартный размер. То есть, возможно, сам металлический обод стали делать потоньше, чтобы он все-таки вмещался в обруч. Но сам пластик стал более подвижным. За счет этого, я думаю, кромка теперь касается полностью пластика. И звук мы слышим более ровный. Наверное, мы сейчас это узнаем. И настройка тоже будет весьма легкой. Вообще, пластики Evans отличаются интересной особенностью. Что, допустим, если мы используем барабан не очень дорогой, да, ценовой категории, Evans, как правило, участвует в создании звука барабана гораздо больше, чем другие пластики. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что, как с некоторыми микрофонами, у пластика Evans существует так называемая, ну, как бы, как это сказать, предустановки какие-то, что ли. То есть, когда мы покупаем пластик, то в конечном счете мы получаем гораздо более сильное влияние пластика на барабан, чем у других производителей. И эта особенность подкрепляется еще и тем, что ассортимент у пластика Evans, ну, просто, просто беспредельный. Надо сказать, что мы можем получить, ну, практически любой звук, да, какой захотим. Сейчас я вижу, что пластик достаточно ровно лег. Посмотрим, что будет с этими пузырями. Вот я давлю в центр, конечно, мы видим, да, морщины, но это нормальное явление, когда пластик вообще не натянут. Итак, мы начинаем. Я подтягиваю первый блок, подтягиваю второй блок. Не особо утруждая себя, так сказать, да, в какой-то правильной последовательности, я, в принципе, мне кажется, что кое-что мы сейчас уже получим в бане звука. Так, ну... Мне нравится. Добавим пружины. Очень клево. Сейчас мы поставим этот барабан на установку и попробуем играть, уже используя микрофоны. Есть пластики, которые звучат просто великолепно, когда вы слушаете их ушами. Просто сидите за установкой и играете. Но когда вы ставите микрофон, то звук меняется, ну, просто радикально. Что я хочу сказать? Я хочу сказать, что... Выбирая пластик, вы тоже должны думать о том, что делать будет этот пластик. Вы больше с ним будете выступать, используя его через микрофон. Либо вы будете на нем играть, там, на точке, и вам нужен звук, который будет непосредственно у вас за установкой. Что касаемо этого пластика, пока не сев за установку, я хочу сказать, что он обладает гораздо более ярким звуком, нежели тоненькие пластики. Меньшим сустейном, более громкий, чувствительный. Нижний пластик на 500 дает очень интересную особенность. Я никогда такие не использовал, но я уверен, что такой пластик на 500 сгодится еще и в качестве очень тонкого ударного пластика для какой-нибудь тихой музыки. Что касается еще этого гидравлика, я хочу сказать, что наверняка эта штуковина очень выносливая. Продолжение следует... Очень круто, на самом деле, для... Какой-то тяжелой, такой, плотной музыки очень здорово подойдет такой пластик. КОНЕЦ Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok